Беларусь-2 В Гомеле прошли торжества, приуроченные к 75-летию железнодорожного района. В кинотеатре имени Калинина состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов последних лет «Звездные войны. Пробуждение силы». Самая масштабная модернизация 2015 года в нефте-химической отрасли страны. На белорусском газоперерабатывающем заводе реализовали инвестпроект общей стоимостью более триллиона рублей. Сейчас здесь полностью автоматизировали процесс переработки газа и стали выпускать новые виды продукции, востребованные у мировых производителей нефтехимии. По оценкам специалистов, реконструкция позволит увеличить доход завода на 20 миллионов долларов в год. Об одном из крупнейших инвестпроектов в нефтехимической отрасли расскажут наши корреспонденты. Чтобы полностью автоматизировать переработку газа, белорусскому газоперерабатывающему заводу потребовалось три года и более триллиона рублей. Новая продукция с высокой добавленной стоимостью открыла предприятию и новые рынки сбыта. Комплексная реконструкция завода включала в себя пять очередей. Это первое, строительство ГФУ, которое за плечами стоит. Это строительство непосредственно товарного парка. Это модернизация котельной, третья очередь. Это строительство сероочистки. Мы вышли на продукцию качественную, евростандарт, ЕН-589, 2008 год. И плюс строительство КГТУ. Это кодерационная установка. Ранее завод выпускал только автомобильное топливо на основе газа. Теперь, кроме него, еще и сырье, которое востребовано на мировом рынке. Новый проект – самый масштабный в нефтехимической отрасли страны, который реализовали в 2015 году. Благодаря ему на заводе сейчас утилизируют практически весь газ, который получают в процессе добычи нефти. Кроме того, благодаря выпуску новых видов продукции, завод полностью закроет и потребности внутреннего рынка. В год здесь будут перерабатывать 550 тысяч тонн сырья. Мы, безусловно, планируем увеличение добавленной стоимости. По разным оценкам, скажем так, в годовом исчислении, корзинку свою, мы видим увеличение выручки порядка 20 миллионов долларов. Ну и, соответственно, окупаемость завода около 5 лет. В 2016-м белорусский газоперерабатывающий завод отметит 40 лет с момента своего создания. Постоянно сюда на переработку отправляют газ, добытый на месторождениях нашей страны, а также сырье, привезенное из России. Поставщиков, по словам специалистов, привлекает качество получаемой продукции и выгодная цена. А для белорусских газопереработчиков такое сотрудничество обеспечивает ритмичные поставки сырья и возможность разрабатывать долгосрочные проекты. В Гомеле прошли торжества, приуроченные к 75-летию железнодорожного района. Во время образования в 1940 году он занимал небольшую территорию в северной и частично центральной частях города. Сегодня территория железнодорожного района превышает 4000 гектаров, на которой проживают около 180 тысяч человек. Об истории и перспективах в нашем следующем сюжете. Основные предприятия Гомеля – крупные транспортные артерии, автобусные и железнодорожные вокзалы. Все это современный железнодорожный район. 75 лет назад и свое название он получил именно от наличия здесь железной дороги. На этой же территории, кстати, находится и самое старое крупное промышленное предприятие Беларуси – завод «Гомсельмаш». Сегодня в железнодорожном районе несколько десятков производств, продукция которых известна не только в Беларуси. Если говорить о субъектах хозяйствования, то, конечно же, это в первую очередь такие гиганты, как Беларусь «Нефт», «Дружба», завод «Гомсельмаш», которые сегодня далеко за границами нашего государства представляют и представляют нашу республику Беларусь. Традиции предыдущих поколений в железнодорожном районе продолжает и дополняет современная молодежь. На торжественном вечере популярностью среди посетителей пользуются разработки учащихся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники. Год назад здесь создали кружок робототехники, занимающейся экспериментальной деятельностью, с реальной перспективой использования наработок на практике. Все здания, которые используются при построении роботов, можно применить, к примеру, при построении промышленных станков, либо каких-то других устройств. То есть те же алгоритмы. В администрации железнодорожного района Гомеля подчеркивают, 75-летие – это прежде всего праздник местного населения. В конечном счете все достижения района – результаты их работы. В последние годы в железнодорожном районе проведена большая работа по благоустройству территории. Человеку, говорят, необходимо создавать условия не только для работы, но и отдыха. Хотя и о здоровье людей здесь также не забывают, ведь развиваться район должен комплексно и всесторонне. В прошлом году ввели в эксплуатацию ожоговый центр, обеспечили больницу современным диагностическим оборудованием, внедрением высоких технологий и улучшением показателей здоровья населения. Свой юбилей отметил и Гомельский областной клинический онкологический диспансер. История учреждения ведется с 1945 года. 70 лет назад начиналось все с простого онкологического кабинета, где велся только амбулаторный прием. Теперь же это одно из ведущих учреждений здравоохранения Гомельщины. Еще в 90-е годы весь Гомельский областной клинический онкологический диспансер располагался здесь, на Целковского, 119. Тогда было всего несколько отделений. Через три года был открыт стационар на 45 коек. Именно с того времени диспансер начал оказывать специализированную онкологическую помощь. Сегодня он является одним из ведущих клинических учреждений Гомельской области. В масштабах же республики он второй после научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Работа достаточно напряженная у нас. К сожалению, заболеваемость растет. В данном отделении, отделении химиотерапии, в среднем около 5000 курсов химиотерапии проводится, как в лечебном, так и в профилактическом режиме. В хирургических отделениях на этом корпусе выполняется в среднем около 3000 операций различных сложностей, в том числе высокотехнологичных операций с применением микрохирургических методик. Отделение химиотерапии занимается лечением онкологии практически всех локализаций. Сюда прибывают пациенты со всей области и не только. Выбор в пользу гомельского диспансера делают и иностранцы. Кроме этого, в диспансере есть еще 12 отделений. Так, через 70 лет из маленького кабинета он вырос в крупное медицинское учреждение. Сейчас здесь применяются самые современные методы лечения. Все относительно. На самом деле, если взять наше диспансере 70 лет, это много или мало? Ну, для цивилизации это мало, для человека это много, для самой медицины, в общей отрасли медицины тоже довольно неплохой срок. Но 70 лет. Я вот когда родился, я даже подумал, 70 лет диспансеру, и когда я родился, диспансер праздновал 20-летие со дня открытия. Сегодня уже, видите, 70 лет. В Гомельской области у нас полтора миллиона почти населения, и фактически всех пациентов онкологической патологии мы лечим и мы наблюдаем. Сегодня гомельский клинический онкологический диспансер – это около 900 работников и более 8 тысяч операций в год. Из них примерно 300 – высокотехнологичных. Самое современное оборудование и при этом один из минимальных в мире показателей послеоперационных осложнений. На Гомельщине началась практическая реализация областного благотворительного проекта «От чистого сердца-2». Его цель – оказание помощи молодым инвалидам, проживающим на территории области. Первой акцией стало приглашение людей с ограниченными возможностями в картинную галерею Гаврила Ващенко, где им вручили подарки. «От чистого сердца-2» – продолжение аналогичного проекта, который реализовывался в прошлом году. Правда, тогда подарки и полезные вещи собирали для малообеспеченных и многодетных семей, а также беженцев из Луганской и Донецкой областей. Сейчас в центре внимания молодые инвалиды. Первыми участниками акции стали люди с ограниченными возможностями, проживающие в доме-интернате Васильевка Гомельского района. Их пригласили в самую большую картинную галерею, которая находится на территории области, чтобы ознакомить с творчеством современных художников и вручить подарки. Мы должны сегодня этим людям, люди, которые имеют ограниченные возможности, показать им, что все же мир наш, наверное, добрее, и люди наши добрее, и отзывчивее. Участники акции признаются, для многих из них увиденное настоящее открытие. Ничего аналогичного они в своей жизни еще не видели. Особенное впечатление от знакомства с картинами светлогорской художницы Любови Руснак. У женщины не работают руки и ноги, а потому во время работы над произведениями она держит кисть ртом. В каком-то роде это тоже подарок. На конкретном примере убедиться, что инвалидность – это не приговор. У нас была учительница, она историю пропадала. Она тоже у нее без одной ноги и без рук была с протезами ходила. Короче, тоже рисовала ногой и писала ногой. У меня такое сейчас ощущение. Где-то даже легче, душой даже легче. Что я так вот говорю, мне даже душой легче, что я здесь. Сегодня на Гомельщине проживает около 600 молодых инвалидов. В рамках проекта «От чистого сердца-2» для них предполагается организовать несколько утренников. Тем, кто приехать не сможет, вручат подарки по месту жительства. Главное – не оставить никого без внимания. Общение тех людей, которые оказались даже в интернатах, они хотят общаться с теми людьми, которые живут в семьях, с теми же детьми, с теми же общественными объединениями. Для них это огромная радость. Благотворительная акция «От чистого сердца» продлится до 13 января. В этом году она проходит под патронажем областного исполнительного комитета. Среди организаторов – также телерадиокомпания «Гомель», областная организация «Красного креста», «Гомельская епархия», «Белорусской православной церкви». Неравнодушие к судьбе других в последние годы это становится отличительной чертой жителей Беларуси. В Гомеле состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов последних лет «Звездные войны. Пробуждение силы». Первая лента «Культовой саги» вышла на экраны в 1977 году. Она была тепло воспринята зрителями и имела кассовый успех. Поэтому в скором времени за ней появились два продолжения. Через 20 лет трилогия была переработана с использованием компьютерных спецэффектов и выпущена в повторный прокат. В 1999 году на экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза», положивший начало новой трилогии, предыстории оригинальной. О том, как в Гомеле встретили седьмой фильм всемирно известной киноэпопеи, смотрите далее в сюжете. Такую знаковую премьеру в Гомеле встретили неординарно и с масштабом. В кинотеатре имени Калинина перед началом фильма развернулось феерическое космическое шоу. Гостей вечера развлекали главные персонажи «Звездных войн» – джедаи и ситхи, представители светлой и темной стороны силы. Вместе с ними присутствующие участвовали в интересных викторинах и конкурсах на знания сюжета и героев этой всемирно известной киноэпопеи. Ответы на вопросы поступали мгновенно, что совсем неудивительно. Здесь собрались настоящие фанаты «Звездных войн». Большинство из них знают фантастическую сагу детально и всей душой болеют за успех нового седьмого эпизода. Неизвестно, что фильм уже хороший. Чуть-чуть удалось прочитать рецензию от людей, которые успели оценить раньше нас. Чуть-чуть совсем дальше не читал, потому что не хочу портить ощущение вот этого всего нового. Будет круто просто, я это чувствую. Между тем, для создания еще большей атмосферы фантастики и экшена здесь также разместили почти трехметровых трансформеров. Они хоть и не имеют прямого отношения к фильму «Звездные войны», однако этот аттракцион пользовался у гостей не меньшим спросом. За несколько минут до демонстрации киноленты в зале кинотеатра развернулось световое шоу «Битва джедаев» и «Ситхов». Именно цвет световых мечей отличает положительных героев от отрицательных. После этого состоялся показ долгожданной премьеры. Многие киноэксперты сходятся во мнении, новый эпизод «Звездные войны. Пробуждение силы» имеет все шансы, чтобы стать одним из самых кассовых фильмов за всю историю мирового кинематографа. С этими прогнозами согласны сотрудники киноиндустрии Гомельщины. В 2015 году наиболее кассовым фильмом у нас числится в настоящий момент фильм «Форсаж 7», где мы собрали около 1 миллиарда рублей. Но, судя по количеству проданных предварительственных билетов, и их продано более 4 тысяч билетов на «Звездные войны. Пробуждение силы. Седьмая часть», у нас есть все основания полагать, что этот фильм побьет все рекорды проката фильмов, которые были осуществлены в кинотеатрах города в 2015 году. Фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» объединил как хорошо знакомых всем персонажей, так и новых героев. Зрелищный и захватывающий он рассказывает об их фантастических приключениях и экшн-сражениях. Новый эпизод легендарной саги, которая покорила миллионы людей во всем мире, гомельчане смогут увидеть на экранах кинотеатров до 8 января. Жители области до конца следующего месяца. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!